Служба начинается с развода. Речь, конечно, не о разладе в семейных отношениях, а об обязательном инструктаже. Дежурным напоминают нормы уголовного законодательства, а также о необходимости соблюдать дисциплину и правила личной безопасности. Полицейские охраняют общественный порядок, предупреждают преступление, а если оно уже совершено, задерживают правонарушителей. За первое полугодие зафиксировано более 150 фактов нарушения закона, в том числе и в режиме онлайн. «Имеется рост 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в данном случае это преступления, совершенные с использованием IP-технологий, то есть интернета, телефонные мошенничества и так далее. То, что касается преступлений другой категории, более тяжкой, они у нас не допущены. В данном случае я имею в виду речь о изнасилованиях, об убийствах, о грабежах». Губкинское отделение МВД России состоит из 12 подразделений. Несмотря на то, что их общая цель – защита правопорядка и борьба с преступностью, служебные обязанности могут быть совершенно разные. Если сотрудники ГИБДД следят за соблюдением правил дорожного движения, то работа участковых направлена на защиту прав граждан, проживающих на подведомственных городских участках. В день может поступать до 15-20 обращений. «Участковый, от слова участок, он постоянно находится на территории города, он не сидит в кабинете, он постоянно на улице в общении с гражданами, принимает заявления, обращения от граждан, проводит профилактические беседы, отвечает на жалобы граждан». Полиция поддерживает обратную связь с жителями города. А сейчас северян за информирование правоохранителей о нарушениях общественного порядка будут финансово поощрять. Сумма вознаграждения составит 4000 рублей. Ранее финансовую поддержку могли получить только участники общественных объединений, помогающих полиции. Главное – указать свои данные, чтобы полицейские могли с вами связаться, и чтобы факт нарушения законодательства, о котором сообщили, подтвердился. «В мае 2020 года гражданин сообщил о том, что в одном из магазинов города Губкинского реализуется незаконно спиртозряжающая продукция. Указанная информация была подтверждена. В отношении сотрудника одного из магазинов был составлен административный протокол, который был направлен в суд, гражданин привлечен к административной ответственности. Гражданину, сообщившему о данном факте, было выплачено денежное удовольствие в размере 4000 рублей». Полицейские призывают губкинцев к сотрудничеству, а еще в очередной раз напоминают о необходимости оставаться бдительными. Мошенники, особенно в интернете, сейчас придумывают все новые уловки. Киберпреступления тяжело раскрываются, хотя и в этом направлении у губкинских полицейских есть успехи. Вне зависимости от сферы, главными задачами отделения остаются защита граждан от преступных посягательств и раскрытие преступлений любой направленности. «У нас в системе МВД есть такое понятие – неудовлетворительно и удовлетворительно. Я бы оценил удовлетворительно, а если рассуждать с точки зрения человека, который не является сотрудником МВД, я бы сказал, что они работают хорошо. Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года нашу работу Управление МВД России по ИНАУ оценило как второе место среди 13 райорганов». Павел Науменко, Валерий Усманов, Денис Гимб, Михаил Марков, Олег Короткевич. Новости Губкинского.